МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. Синие мантии, красные дипломы. Стал лучшим выпускникам Чувашского госуниверситета имени Ульянова вручили дипломы, свидетельства и медали. Кто спрятался, я не виноват. С 1 июля вступают в силу изменения в правила дорожного движения касательно светоотражающих элементов на одежде пешеходов. Первый чувашский блокбастер. В Чебоксарах состоялась премьера фильма Егор Шилов. Передовая сотня в Чувашском государственном университете сегодня чествовали своих лучших выпускников. Поздравить ребят с окончанием вуза прибыл временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Подробности в нашем следующем материале. В честь лучших из лучших в университете устраивают пышные проводы. Вчерашние студенты, настоящие звезды, от желающих сделать снимок с выпускниками в мантиях не было отбоя. Вместе с красным дипломом ребятам вручают медали и свидетельства. Некоторые не могут сдержать слезы. Впечатления только самые лучшие. Неохота покидать стены родного университета. Пять лет пролетели очень быстро. А вот Анастасия Иванова со своим красным дипломом уже грезит о карьере журналиста. Правда, говорит девушка, далеко не все зависит от документа круглого отличника. А если красный, это для себя, для родителей. А то, что уже внутри, это все зависит от человека абсолютно. Диплом не важен? Важен, конечно же. Но в первую очередь человеческие качества и ум. Эту сотню в альмаматор называют не иначе, как одаренными личностями. Выбор на них пал не случайно. Чтобы стать лучшим из лучших, только красного диплома недостаточно. За пять лет эти ребята добились успехов спортивной, культурной и общественной жизни. Мне очень приятно сегодня присутствовать. Тем более моя дочка вошла в 100 лучших выпускников года. Поэтому это такое большое достижение. Я очень ей горжусь, что у меня такая красавица и умница выросла. И благодарна преподавателям, которые, в общем-то, очень хорошо преподносили предметы, которые очень занимались научной работой, ездили на Олимпиады. Попасть в число 100 лучших выпускников случайно не получится. Безусловно, это ваша личная заслуга. Однако вы, наверное, согласитесь, ребята, что без постоянной поддержки ваших родителей было бы трудно стать теми, кем вы являетесь сегодня. Вам предстоит выбрать дальнейший профессиональный путь. Несмотря на все экономические сложности, которые окружают нашу страну, у нас в России, в нашей родной Чувашии, есть все возможности, чтобы реализовать себя. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии отметил, что в таких выпускниках республика нуждается. Вакансий в регионе достаточно. Причем особым спросом сейчас пользуются те, кто занимается научной деятельностью. Каждое пятое предприятие коммерческой направленности Чувашской республики занимается инновационной деятельностью. Они выпускают на сегодняшний день продукцию, которая востребована на рынке Российской Федерации и за пределами. Вы знаете, у нас нет больших природных ресурсов. И тем самым умы, стремления наших предпринимателей, которые имеют свои идеи, идеи превращают в проекты, а проекты уже в реальные дела. Традиции церемонии проводов сотни лучших нерушимы. Уже дипломированные специалисты переступают порог вуза под звуки вальца. Это подарок героям сегодняшнего дня от выпускников следующего года. Завершил церемонию проводов другой традиционный ритуал. Столуших выпускников ЧГУ запустили в небо свои конфедератки. Сегодня временно исполнявший обязанности начальника управления службы исполнения наказаний и почуваши Александр Робот официально занял этот пост. Представить руководителя коллектива управления приехал генерал Василий Федоров. Уроженец Янтиковского района он окончил Академию МВД и дослужился до начальника управления режима и надзора Федеральной службы исполнения наказаний России. Такими земляками нужно гордиться, отметил временно исполняющий обязанности главы ЧГУ. После окончания ЧГУ пошел на внутреннюю службу и сделал блестящую карьеру, чем не пример для всех, кто готов надеть погоны. Михаил Игнатьев поблагодарил генерала за активное участие в деятельности патриотической организации «Сыны ЧГУ». Представляя коллективу УФСИН по ЧГУ Александра Роботу, Василий Федоров отметил, что пенитенциарная служба нашей республики на хорошем счету. Сотрудники справляются со своими обязанностями. Жалоб на нарушение прав осужденных немного. Обстановка в колониях спокойная. Александр Робота заверил, что и впредь будет прикладывать все усилия для поддержания порядка в исправительной системе. Конечно же, задач у нас очень много. Они разноплановые. И порядок в наших учреждениях, и воспитательные работы, ведь мы должны, обязаны вернуть на волю. Когда человек выйдет из мест лишения свободы, он должен быть полноценным. Он должен приносить пользу обществу. Он должен делать то, что его обязывают как гражданина. После официального представления нового старого начальника, а Александр Робота исполнял обязанности почти год, руководители правоохранительных служб республики осмотрели выставку продукции, выпускаемой в учреждении УФСИН. Сегодня день главы и муниципального служащего в Чувашской республике. Представители исполнительной власти решили отметить свой профессиональный праздник спортивными соревнованиями. Весь день в Маргаушском районе проходит волейбольный и футбольный матчи, соревнования в комбинированной эстафете, сдача норм ГТО. Более подробно о том, как прошел день главы и муниципального служащего, смотрите в нашем завтрашнем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это подтверждает и статистика. Так, только в выходные погибли два пешехода в результате наездов в темное время суток. По статистике ГИБДД использование светоотражателя снижает риск возникновения ДТП в 6-8 раз. Предложения внести поправки в правила дорожного движения были направлены в Госдуму еще в 2012 году. Следственное управление СК РП Чувашии направило в суд уголовное дело о гибели двух жителей Татарстана, утонувших в автомобиле на реке Сура. В причинении смерти по неосторожности обвиняют производителя работ территориального управления автодорожной организацией. По версии следствия, в октябре 2014 года был демонтирован на плавной мост через Суру. Обвиняемый, получив указание выставить дорожные знаки на участке автодороги между Шумерлинским районом Чувашии и Пельнинским районом Нижегородской области, этого не сделал. В результате 7 ноября прошлого года 25-летний житель города Набережные Челны, следуя за рулем своего автомобиля Toyota RAV4, в условиях сильного тумана и плохой видимости, не зная о том, что мост уже демонтирован, сорвался в реку, в результате он и его 45-летняя пассажирка погибли на месте происшествия в результате утопления в воде. Автомобиль был поднят со дна реки лишь 18 ноября, в 15 метрах ниже по течению от места происшествия. Обвиняемому грозит 4 года лишения свободы. В Чубаксарах презентовали первый чувашский блокбастер Егор Шилов. Жанр блокбастера ему присвоили сами создатели – национальная киностудия «Чувашфильм». Премьерный показ был закрытым, по его итогам продюсеры должны определиться, что необходимо доработать и каким в конечном итоге должен быть фильм, чтобы выйти в широкий прокат. Героями происходит случайная встреча. Девочка Матильда становится свидетелем преступления, и теперь ее жизни угрожает опасность. И как в любом приключенческом кино появляется герой Егор Шилов, который встает на защиту своей маленькой знакомой. Никаких прекрас, только правда жизни порой ужасающая. Но создатели фильма утверждают, если внимательно смотреть, то поймешь, что главное лежит не на поверхности. Мы в своем фильме популяризируем форму российского офицера, главный майор Егора Шилова. Человек, который прошел все локальные боли. Поэтому мы показываем свою страну, не бедный, не рубитый. У нас замечательный герой, который в хорошей физической форме. Это Егор Шилов. У нас замечательная, красивая девочка-минокоманка. Это Чебоксарская школьница. Сюжет уж очень напоминает культовую драму Люка Бессона «Леон». Имена главных героинь и вовсе совпадают полностью. Кстати, актриса, сыгравшая Чувашскую Матильду, взяла себе псевдоним Таня Юн. Имя первой чувашской кинодивы, популярной в начале 20 века. А Егор Шилов также встречался в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Такими параллелями авторы сценария хотели отдать дань уважения актерам и их персонажам. Чтобы в Чувашии состоялась премьера Егора Шилова, произошло невозможное. На время открыл двери кинотеатр «Сеспель». Оценить фильм собрались не только жители республики. На красной дорожке можно было встретить Владимира и Юрия Тарсуевых, Александра Числова и Тимура Ефременкова. Все они известные в киносреде люди и считают, что региональный кинематограф непременно будет развиваться. Все съемки фильма проходили без выезда из республики. Чебоксары стали большой съемочной площадкой. А для большинства актеров и даже режиссера-постановщика Евгения Герасимова дебютной работой в кино. Мы не хотим делать какое-то культовое кино, какое-то культовое отношение именно к нам и к нашему производству. Егор Шилов – это только репетиция, и подожжет таким мощным творением. Егор Шилов стал первым продуктом студии «Чувашфильм», который увидели поклонники кино. Еще один фильм ждет своего зрителя. Это «Обочина». Он увидит свет в ноябре 2015-го. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, «Республика». В фестивале «Родники России», который недавно прошел в столице Чувашии, собрал немало гостей из разных регионов страны. Впервые его участником стал вокальный ансамбль «Славяночка» из республики Крым. Впечатлениями о Чувашии артисты поделились и с нашей съемочной группой. Семь лет потребовалось вокальному ансамблю, чтобы вновь приехать в Чебоксары. «Славяночка» уже выступала в нашем городе. Встречу с чувашским зрителем артисты ждали с нетерпением. А вместе с ними и наша землячка, солистка Крымской филармонии Людмила Васильева. Именно она в Симферополе в марте этого года помогла организовать встречу жителей полуострова с чувашской делегацией. Я никого не знала, кроме своей студентки, не знала других чувашей в Симферополе. Из-за этого стало буквально сарафанное радио всех опрашивать. Так как я много знакомых в Симферополе стала спрашивать, не знают ли они кого-то чуваши, соседей, чтобы спрашивали. В общем, такое сарафанное радио пустили по Симферополю и пришло где-то человек 40. И после этого мы решили, что мы не расстанемся, что мы соберемся, самоорганизуемся и создадим чувашское общество. Встреча оказалась судьбоносной. Людмилу Васильеву и вокальное трио «Славяночка» пригласили в Чувашу на фестиваль «Родники России». Очень приятно, когда тебя поддерживают, как дома. И выходишь на сцену сначала с трепетом, может быть какая-то боязнь, но это всегда у артиста переживание. Выходишь, буквально два такта песни и все. И мы вместе, это одна единая наша семья, как будто бы ты никуда и не выезжал. Я думаю, что мы теперь очень-очень плотно будем сотрудничать, обмениваться культурными связями, делегациями, артистами. У меня вот мечта, как солистки и заслуженные артистки Республики Крым, наладить какой-то культурный обмен, подружиться. Солистки ансамбля поют на русском языке. На будущий год хотят преподнести сюрприз. Разучить песню на чувашском языке и исполнить ее на всечувашском Акатуе. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов, Республика. Изнуряющая жара схлынула, и чебоксарцы могут вздохнуть спокойно. В выходные, чтобы хоть как-то спастись от солнца, многие отправились на Волгу. В субботу и в воскресенье Левый бережный пляж посетили более двух тысяч человек. Сами мы Дубаи. Под таким лозунгом сейчас работает преображенный Левобережный пляж. Изменения видно сразу. Благоустроен причал, появились лестницы и подход к месту отдыха. Почищен песок, установлены указатели, лежаки и навесы. Сейчас, по словам начальника столичного управления физкультуры и спорта Александра Малова, все сделано на 90%. Вот эти 10 – это как раз кафе, который сегодня не… этот вопрос в стадии решения находится. Потому что оно пока сегодня не вписывается в ту концепцию, которая есть. Это вы заметили, наверное, да? Все под дерево, а вот кафе синее. Да, это вот первое. Ну и второе. Остались, наверное, вот мелкие моменты такие вот. Мы сначала пытались изучить спрос. А будут ли пользоваться этими лежаками? И те 30 штук, которые мы закупили, да, а они не дешевые. Это хорошая модель именно в деревянном стиле. И вот в первый же день, даже вот сегодня, да, все 30 лежаков были разорваны за полчаса. И некоторые из них уже второй, а некоторые даже третий раз уже сдается. Вот как-то так. Но мы сейчас над этим работаем, и скорее всего, что мы закупим еще, например, такое же количество. После благоустройства ежедневно на левобережный пляж речными трамвайчиками переправлялись более тысячи человек. И это не считая автолюбителей. Кстати, для них обустроена стоянка. Продумано развлечение для любителей активного отдыха. Есть волейбольная и футбольная площадки. В прокате можно взять летающие диски фризби, наборы для игры в бадминтон, шашек и шахмат. Мы, на самом деле, вчера были, нам так понравилось, решили сегодня тоже посетить пляж. Здесь очень нравится, здесь вода очень хорошая, здесь зонтик, здесь тенек, то очень жарко здесь. Мне понравилось купаться. И еще мне понравилось на горке кататься. Все абсолютно понравилось. Организация, чистота, полностью все нравится. Народ культурный, довольный, веселый, доброжелательный. Нет мусора, все замечательно, отлично просто. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил увеличить количество специалистов, которые должны поддерживать порядок на пляже, а также пригласить сюда предпринимателей, чтобы развивать инфраструктуру. Несмотря на то, что жаркая погода не так часто бывает в Чувашии, пляж не будет заброшен, обещают в администрации города. Каждые выходные здесь от полутора до двух тысяч человек. В хорошую погоду. Я думаю, даже того, что горожане, например, сегодня уехали, и уже интернет бурлит, да, в общем-то, и вот сюда приехали и увидели, уже одного этого достаточно для того, чтобы горожане почувствовали себя хорошо. Мы здесь не для проверяющих. Это вот сегодня те люди, которые пришли, можете его спросить. Конечно, у каждого на сегодня есть моменты, скажем, может быть не негативные, а советы, которые они нам могут дать. Мы у людей спрашиваем, что бы мы хотели здесь изменить. Они нам подсказывают. И некоторые вопросы мы уже как бы регулируем уже по ходу. В Чувашии жара не длится все лето, и вряд ли будут еще такие жаркие дни. По мнению руководителя Заволжского территориального управления Сергея Крутикова, одно то, что горожане могут приехать на левый берег и цивилизованно отдохнуть, окупаются затраты на обустройство пляжа. Кроме того, администрация города есть планы по использованию этой территории в межсезонье и зимой. Наше непредсказуемое прошлое вновь преподнесло сюрприз. Готовясь к передаче «След в истории» творческая группа национального телевидения, Чуваша узнала интересную подробность. Фильм «Орденоносная Чувашия» снятый в 1945 году Куйбышевской студии кинохроники не единственный кинодокумент того времени, как считалось, долгое время. Фильм «Орденоносная Чувашия» был снят в 1945 году Куйбышевской студии кинохроники к 25-летию чувашской автономии. Каким образом и когда он попал на казанскую студию, история умалчивает. Но в 1971 году в Центральный государственный архив Чувашия его передали именно казанцам. Фильм записан на горючую нитроцеллюлозную пленку и хранился в отдельном помещении в сейфе. Не так давно архивисты решили оцифровать изображение, и вот тут-то выяснилась интересная вещь. Оказалось, что в металлических коробках не четыре части киноленты «Орденоносная Чувашия», а три и еще один фильм. Конечно, каждую пленку, мы же, как специалисты вы знаете, это мы все, каждый кадр описываем. И когда стали описывать, и появилось, вот у нас не только, оказывается, 1945 года, но и были в числе этого фильма еще один диск, скажем, «Однопленка» – «Чувашия». Это значит уже 1946 год. Но это предполагать можно, потому что и в 1945 году снимает документальный фильм, и в 1946 году «Орденоносная Чувашия», и тут в 1946 году продолжение, сюжет тот же, план тот же, но тут уже появляются новые песни, новое строительство, новые достижения наших трудящихся. И наверняка уж можно было предполагать или предположить сегодня можно, что вот это уже продолжением и 1947 года могло быть, но тут уже, наверное, с закрытием все-таки нашей киностудии и с появлением уже телевидения наверняка уже не стали продолжать вот это, снимать вот эти фильмы. Сегодня фильм «Чувашия», рассказывающий о жизни нашей республики в годы Великой Отечественной войны, впервые будет демонстрироваться на телеэкранах. Смотрите сегодня передачу «След в истории» в 21.30 на нашем телеканале. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с национальным телевидением «Чувашия». Я с вами прощаюсь до завтра и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова